Фредди Фредди Грея стал точкой отсчета новых погромов. Мужчина погиб в полицейском участке при весьма сомнительных обстоятельствах. Что именно с ним случилось? Власти замалчивают. И вот итог. Перекрытые дороги, баррикады, десятки полыхающих машин, полицейских летят дымовые шашки, камни и вообще все, что попадается под руку. О том, что ситуация уже вышла из-под контроля, можно судить вот по этим кадрам. Последний раз тут такое было в 68-м, после гибели Мартина Лютера Кинга. Ну а где уличные беспорядки? Там жди мародеров. Ночью разграбили супермаркеты, аптеку и вынесли всю наличность из банка. Беспорядков уже пострадали 15 полицейских, 30 человек арестованы. Этой ночью в результате серьезных беспорядков, которые привели к разграблениям и стали представлять риск для жителей города, я принял решение ввести режим чрезвычайного положения. Уже понятно, что полиция не справляется. Разгонять толпу отправили бойцов нацгвардии. Полторы тысячи человек. Дело серьезное. В этом хаосе преступные группировки чувствуют себя как рыба в воде. Хулиганы подрались с фанатами местной бейсболи и команды. Их едва разняли. Пожары сейчас повсюду. В последние несколько часов загорелся дом престарелых. Что с людьми пока не сообщается. Генпрокурор отделывается общими словами. Мол, осуждаю насилие. И вообще мир в городе разбит. Это цитата. Но людям все равно, что сейчас говорят власти. Бороться с полицейским произволом будут до конца. Это протест всего города. Протест, которым все хотят сказать, что это не круто так обращаться с людьми. Я знаю всех этих людей. Мы хотим жить спокойно. Сейчас губернатор Мэрилэнда просит власти соседних штатов присылать подкрепление. Но те не торопятся. А вдруг бацилла погромов долетит и до них. В Лос-Анджелесе усилены меры безопасности. А в пригороде Нью-Йорка уже все началось. Масло в огонь сегодня подлил Белый дом. Обама отказывается признавать смерть чернокожего проявлением расизма. Понятно, что такое поведение президента еще сильнее разозлит погромщиков.